доброе всем время суток меня зовут виктор и вас приветствую на 62-м видео подкасте который называется на доске сегодняшняя наша тема посвящается продвижению информационного сайта у нас довольно таки достаточно опыта продвижения именно информационных ресурсов начиная от сми ресурсов заканчивая от просто контентных проектов и сегодня именно речь пойдет про информационные ресурсы не сми мы разделили эти две разные темы и про сми про продвижение с мемора и я расскажу в дальнейших выпусках давайте вообще представим ситуацию то есть для что самое главное для информационного ресурса то есть откуда он берет деньги то есть самый основной момент это трафик то есть всем нужна посещаемость особенно целевая посещаемость которая заинтересована каким-то контентом на вашем сайте поэтому то есть давайте рассмотрим самые основные нюансы то есть что нужно прежде всего перед началом создания продвижения информационного сайта самый основной момент это контент то есть если ваш контент действительно полезный то многие моменты которые мы тут будем рассматривать их можно даже не брать за внимание ваш сайт сам по себе будет расти привлекать посетителей то есть его будут рекомендовать но это в случае если он будет полезно если он будет таким ну средне статистическим либо вообще контентом который не несет пользу то есть это временный эффект то есть на самом деле именно когда я говорю контент нужно понимать вот вот этот временный эффект либо инвестирование в будущее то есть грубо говоря если контент давайте говорить откровенно говно то как бы никакой пользователь уважающийся пользователь не будет его читать если контент несет полезную информацию тогда всем будет хорошо пользователи удовлетворяется своим информационным спросом дальше возможно заходит еще на этот сайт если этот сайт близкий ему по тематике либо там схожие с его видом деятельности и он становится основной аудитории то есть целевой аудитории сайта постоянной аудитории то есть самый основной момент это контент то есть как ни крути многие говорят вот мы сейчас на генерируем на парсинг там контента сделаем там вообще чтобы он автомате зачем нам копирайтеры ну как бы такие проекты да они имеют право на жизнь но они долго не живут то есть они такие вот разовые пустышки поэтому упор на контент второй момент обновление то есть в плане обновления если у вас довольно таки большой масштаб проекта то это речь идет о 5 10 15 статей в день которая будет писать там штат журналистов копирайтеров и так далее если проект только начинается то возможно 1 2 статей в день будет с головой достаточно если они объемные то есть и так далее давайте рассмотрим наверное такие технические части которые больше всего важны то есть с чего все начинается начинается все семантического ядра что такое семантическое ядро то есть ну я не буду рассказывать потому что вы можете посчитать по ссылке ниже я про это говорил уже множество раз но это ключевые слова по которым будут заходить на ваш сайт из поисковых систем то есть ну потому что поисковые системы это источник номер один генерации генерации постав посетителей на сайт именно на информационный сайт так вот есть посетителей которые трендовые то есть это посетители которые например кто-то умер кто-то родился кто же ты кто-то женился кто-то разбился неважно то есть что-то случилось конкретным человеком а есть бытовуха то есть каждый день большинство людей делают одни и те же действия например там как сварить гречку как сварить рис как накачать пресс как похудеть и так далее то есть и таких вопросов большое большое количество то есть давайте возьмем пример если это женский сайт то там основные моменты это красота здоровье мода отношения любовь там и так далее то есть и по каждому из направлений существуют сотни и тысячи тем на которые можно написать статьи привлечь потенциальных посетителей кстати по ссылке ниже можно прочитать кейс который мы недавно выложили от нуля до 55 тысяч тысяч посетителей в сутки это сайт женской тематики подрунет второй момент структура то есть допустим мы собрали семантическое ядро то есть у нас например там есть ну представим там тысяча запросов можно писать статьи под 23 запроса можно писать одну статью под один запрос все зависит от вашего формата и подачи этих статей то есть по сути если тысячу запросов то это получится в среднем 250 статей то есть у нас есть некий план этот план мы передаем копирайтеру но дальше тоже немаловажный момент структура каким образом будет наш выглядеть сайт где будут отображаться какие блоки как они учитываются поисковыми системами удобно ли будет они пользователям и так дальше то есть структуру также очень важно продумать то есть на этапе продвижения сайта также внутренняя перелинковка то есть что такое внутренняя перелинковка это внутренняя передача веса с точки зрения поисковых систем то есть перелинковка бывает динамическая то есть что значит динамическая если какие-то страницы ваши не индексируются либо статическая то есть это которая действительно передает вес то есть по конкретным ключевым словам либо страницам ну например страница ссылается на страницу б значит ну как бы б страница довольно такие авторитетные с помощью внутренней перелинковки можно для информационного сайта решить двумя способами первый способ это скрипт ну например можно взять из тех которые доступны в публичном доступе это аж трейсер и колдунчик ну это основные скрипты которые сейчас вот можно приобрести они неплохо линкует сайты но они линкует все блоками то есть например можно поставить блок слева справа вверху внизу сайтов все зависит от того насколько ваш дизайн это все позволяет второй вид перелинковки это ручками то есть до того как появляется статья на сайте можно например нужные ключевые слова там два три пять десять пятнадцать раз в тексте упомянуть на другие страницы например если страница идет о том как похудеть ну то есть довольно таки под высокочастотные запросы то с нее может быть ссылка на разные виды диет например там диета дюкана и другие переходим дальше индексация то есть если ваш контент то есть обращу внимание обратно то есть если ваш контент действительно уникальные классные статьи довольно таки большие то момента с индексацией не не будет возникать но когда у вас десятки сотни тысяч страниц что в большинстве случаев со старыми сайтами позже случается то проблема есть индексациями так как есть основной индекс поисковых системы есть дополнительный индекс и когда страница находится в дополнительном индексе либо как в сложной терминологии называют сопли то она плохо ранжируется из соответственно дает или не дает трафика вот вовсе из поисковых систем поэтому нужно обратить внимание на индексацию каким образом это можно сделать первое это сайт мапы второе что значит сайт мапы то есть карта сайта для например каждого раздела видеокарта сайта для раздела и так далее все все зависит от именно контента который находится на сайте второй момент можно прокачивать сами грубо говоря разделы то есть сделать структуру такой оптимальной что грубо говоря уровень вложенности будет там до 4 не более то есть как это сделать нужно подумать внутренняя оптимизация ну и самый главный момент допустим мы пишем классный контент все делается классно подобрали ключевые слова сделали хорошую структуру но если на автомате либо ручками не прописывать статьи то есть но основные моменты это то это дальше другим это теги то есть h1 можно использовать в тегах можно нужно чтобы дублей страниц не было очень часто раньше было например там версия для печати то есть та же самая страница нажимаете на версию для печати открывается то есть точный дубль url другой то есть учитывается как в дубликат страницы поисковая система не знает какую страницу учитывать там где для печати или основной в итоге может выпасть обе дальше это сайт мапы robots text и другие моменты про внутреннюю оптимизацию можно почитать по ссылке ну и основные моменты то есть какие цели есть у информационного сайта то есть видимость так чтобы тот контент который вы публикуете видели поисковые системы дальше чтобы они давали трафик если действительно контент нормальный и более-менее оптимизированный с точки зрения внутренних факторов то он сам по себе будет хорошо вылазить ну и постоянно аудитория опять же постоянно аудитория напрямую зависит от качества контента есть качественный контент есть ваша аудитория которая вас читает ваш сайт и постоянно следует за ним в итоге там нажимает на рекламу либо действие делает действие которое вам необходимы ну и переходим наверное к наверное самому важному одному из самых важных моментов продвижения это распространение если нужно процесс сам по себе преускорить то нужны ссылки ссылки можно добывать естественным путем можно покупать все зависит от вашей стратегии но тем не менее если например статьи которые публикуются подпитывать хорошими ссылками либо если эти статьи будут будут перепощивать на других ресурсов например вы опубликовали классное интервью либо еще что-то его разместили на другом ресурсе тогда как бы это естественная ссылка но можно также эту ссылку разместить через биржи и ну быстрее ускорить процесс сторонние сайты что значит сторонние сайты ну то же самое то есть есть ряд сайтов например новостных то есть ну из самых основных это яндекс новости google новости у корнет там и другие рамблер новости и другие с и моменты то есть это больше относится к сми сайтом но тем не менее тем не менее если сайт попадет в эти агрегаторы можно получать десятки а то есть сотни тысяч посетителей в сутки в зависимости от объема контента который вы генерируете ну и еще момент социальные сети чем больше социальных факторов тем больше будет как бы траста самому сайту и и больше трафика то есть больше посетителей социальных сетей лучше позиции выдачи и так далее это основные моменты которые касаются продвижение информационного сайта детально также вы еще можете прочитать с примерами под видео в статье ниже если у вас есть вопросы задавайте их в комментариях до новых встреч